Помоги мне, Господи, я ещё живой. Мошенниство или наоборот, мы расширяемся, мы, я имею в виду, наша команда расширяет свои щупальца по всей стране и за рубеж. Персик на Левососе в Хабаровске, 1200 рублей, неплохо. Дальше написано, сорт Хасанский, привит на дикую сливу, гарантия условия возврата. Вот это здорово, когда условия возврата. Молодцы. Давайте так, если бы ничего бы не сказал, даже проверять бы не стал. Дело в том, что здесь козырная фотография, это моя фотография. Вот это. Вот, ну, в начале доказательства, это надо, надо, ну, сколько бы, я потом ещё один пример проведу с другой оперы, и вы поймёте, что это такое, когда это, присылает такой, слов ты уже не подберёшь. Вот, доказательства, что это моя фотография. Персик-Хасанский, Псковская область. Четыре дерева, полученные от Сергея Железова, посадил у своих друзей, т. 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 и многие видели, я хвастался этой фотографией. Есть ещё видеоролик, тут уж никак не обладешь. Вот, это с одной стороны, с другой стороны, тот, кто вот это родил, вот это вот, значит, рекламу, чем он руководствовался. Фотография красивая, купят. А вот, где его фотография с его сада? А? Вот. И тут так получается. Допустим, это кто-то из моих учеников. Допустим. Допустим, он получил от меня косточки и вырастил. А не, блядь, косточки. Вот так же, как вот эта наша, вот эта вот, которая четыре саженца получила от Железова Сергея. Он, может, саженца получил, вырастил, решил торговать. Милое дело, согласен. И даже была бы тут же фамилия Железова, осталось бы только узнать, правда ли, или они фамилию присвоили, или правда ученики. А здесь-то фотография моя, а саженцы, остаются те же два варианта. Или правда выращены из-за этих косточек, которые родом из Сибири, из Хакасии, из Красноярского края. Или всё-таки это, ну, знаете, уже разоблачал этого, проходимся, Малькова. Так, помните такого? Мы ещё к нему вернёмся, потому что я хочу знать, он рассчитался или нет, с теми, чьи саженцы, у него же были они, это, он же перекупщик. Вот, саженцы там в основном гибли, он с ними рассчитался или просто исчез? Его, я знаю, нет, человек пытались найти, звонили, звонили, это. Может быть, он вернулся, потому что сейчас продаёт какое-то странное вещество, странное. Вот, мы к нему вернёмся. Ну, такой же пример. Тот торговал саженцами, купленными, а этот чем? Давайте до конца, может быть, этот человек отзовётся, может быть. Скажет Константинович, ну, забыл о фамилии, Железово, присобачить. Вот сюда вот, сорт Костанский, клон Железово, вы же помните, как он называется. А если фотография моя, всё-таки, где свой сад? А если его правды нет? А если, а тогда, ведь Хабаровск это не Приморье. Хабаровск это минус 40, вы что, хотите, чтобы всё это к чёртой матери помёрзло у людей? Хозяин сайта. А Бог простит или нет? Я чем дольше живу, тем больше верю в Бога. Да нет, слово вера не подходит, я знаю, что он есть. Я ещё, если время остается, я вам расскажу ещё, как это самое, вести себя при переходе в тот мир. У меня опыт есть. Но это, если останется время, если напомните. Так вот, где, откуда дровишки, я бы хотел знать. Доказательство вот. Вот. Это значит, что-то тут не то. Или просто забыл написать, что это клон Железово, и он ещё... Я же всех благословляю. Всех. Я говорю, когда мне хвастались, какие вкусы, каждая косточка на вес золота. Сегодня, сейчас. Всю страну заваливаем этими местами, а персиковое дерево вырастет легче абрикосово, яблонио, груши, сливого. Сколько раз говорю? Легче, намного. Уже хотя бы потому, что она того же выпаривания, не боится, как абрикос. Дальше идём. Так, друзья, значит, отчёт перед вами. Значит, вы слышали, что было в прошлый раз, а было следующее. Ворвался голос, я догадался, кто это, но уже потом. Вот. Те, которые, значит, сообщили нам, что в тяжелейшем состоянии находится Далматов. Вот. Он, я благодарен за этот звонок, потому что я тут же среагировал, предложил собрать деньги. Вот. Но всё знал я на тот момент. Разрезали. Ошибочный диагноз. Разрезали. Ничего делать не стали. Развели руками, заштопали обратно. Так. Вот. И дальше предстоит тяжелейшее лечение. Лечение в современной российской медицине. Значит, я тут же не растерялся. Вот где вы у меня. Вот где вы у меня, друзья. Вот в этой вот компании. Эти деньги вы прислали. Вы сейчас можете гордиться, что вы в этой команде. Вот. Это особая команда. Вот. Кто-то прислал полторы тысячи, кто-то две, кто-то сто рублей. Вот. Причём сто рублей, может быть, для того, кто эти деньги отдавал, может быть, и не дороже, чем того, кто это, две тысячи. Кстати, две тысячи я своих выслал. Вот. Тремя этапами я отправил ему деньги. Значит, были недовольные, недовольный голос, я вам не верю, давайте телефон Долматова. Дал. Вот. Почему я взял на себя эту роль? Кроме листья хлопоты, это просто желание помочь человеку, который на тот момент лежал пластом. Вот лежит пластом, вот к нему попали на телефон деньги. Дальше что? Вот это же. Поэтому я взял на себя эту миссию. Деньги высланы. Ещё сотня пришла, уже будет почти 20 тысяч. Последнюю, четвёртую, этот ещё не отправил, может, ещё кто пришлёт. Вот. И, наконец, тем, кто мне не верит, или тем, кто... Ну, нет, вначале давайте всё-таки, я обязан отчитаться. Кто такой Александр Ильич? Один из самых грамотных, умнейших садоводов, талантливших в России. Он не замечен наукой, никогда не будет замечен, потому что туда, в ходу, нет таким людям. Вот. У нас есть красная книга для тигров, и миллиарды тратят. Но никогда не будет красная книга для таких людей, чтобы они хотя бы, хоть имели доступ, хотя бы к бесплатной-то медицине. Итак, это первое письмо от Ольги Латинковой. Она молодец, она взяла на демшество. Пишет, Валерий Александрович, это уже потом, продолжил проходить диагностики в платной клинике. Лотос платный, чтобы быстрее пройти. Он очень благодарен. Ждем ли у нас от диапсии. А это письмо нам от Валерия Александровича. Огромное спасибо, я на эти деньги прохожу платные обследования. Сейчас я объясняю, что такое платные обследования. Мы это проходили, мы уже собирали деньги. Вы знаете, или потом, когда каждый день дорог, или гонимонету. Сейчас вся страна, раздевается эти, причем знать бы, куда эти деньги все уходят. Огромные деньги. И я проходил, вот, совсем недавно, месяца два назад. Я заплатил 5000. За что? Зачем? Я тут подумал так. Давайте, если кто-то еще захочет помочь, захочет помочь. ну-ка, 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 все, вот он. Видите, Далматов Валерий Александрович. Вот, и, да, я скопировал, но, видимо, попал в другое место, торопился. Вот. Можете ему напрямую деньги слать, если кто-то еще захочет помочь. Не обязательно мне. тем более, кто-то мне не верит. Вот этот, пожалуйста. Он, этот телефон привязан к карте Сбербанка. Ну, извините, начало такое, но, еще раз, ребята, я хочу, чтобы вы поняли, вы особые люди. Вот. Я ошибся в одном. Когда несколько человек мне прислали первые деньги, а тут же я отвечал, вот, и отвечал так, вы представитель исчезающего племени хомо-благородный. Когда было 10, 20, 30 человек, я уже понял, что никакое не исчезающее племя хомо-благородный не исчезает. Вот. Видите? Вот. Я надеюсь, что вы воспримете мои слова как знак благодарности от имени моего друга, подчеркиваю, друга. Вот. Ну, а дальше что? Сейчас смотрите. Звонок был сегодня, ну, началась учеба. Был сегодня звонок. Вот. Человек в курсе говорит, я понимаю так, что лежачий Долматов ничем не поможет и не пришлет свой этот знаменитый лак мастику. И что он сделал? Он говорит, я выписал в другом месте. и тут у меня сразу зашевелилась в голове. Это в каком другом месте? Это где еще это? Вот. И он мне, я потом отдельно в следующем вебинаре покажу, я как бы вас интригую. Он присылает фотографию. Что я вижу? О, старина курилка, один из главных мошенников в садоводстве. Барьков. Вот. Я говорю, что это такое? Самодельное значит это самое ярлык написано Русат. А он говорит, я первый раз слышу такого. Ну правильно, а я выписал зачем? Сколько заплатил? Я потом подробней. А 500 рублей заплатил. Но воняет говорит. Я говорю, вначале хотел взбодрить. Я говорю, воняет, значит мышей будет отпугивать. Вот присылает мне фотографию. Да это самоделка. Из чего сделано? За что 500 рублей? Что ты будешь мазать? Единственное, это действительно от мышей. Может правда это дерьмо мышей отпугнет? Вот. Где проходило испытание? А вы знаете что такое Валерий Александрович Долматов? Он я проверял, сотни людей проверили. И тогда возникает вопрос. Вот. А знаете что мне ответил автор вот звонка ко мне? Ну понятно я найду за забором там много искалеченных деревьев и буду мазать там. Ну 500 рублей ты не вернешь. Ладно. Теперь бережи к делу. Значит Ольга Александровна пока она мне не ответила. И этот кусочек я попрошу именно этот кусочек моего брата который монтирует эти же фильмы. Вот. Ему цены нет кстати за это значит вырезать именно кусок продал матова про вот это вот вот и мы отправим и ему и отправим значит Ольге Александре потому что я задал вопрос но ответа еще не было недавно родил второй ребенок сами понимаете я им говорил обоим вы вступили в альянс у вас теперь одна бригада организуйте нормальный чтобы а я буду раскручивать организуйте нормальный лакмастику чтобы это чтобы на поток поставьте результат я не знаю вот сейчас она вышлет или нет вместо это или все пропало ему никогда больше не будет лакмастить у меня есть две статьи я сейчас только вспомнил кому надо вышлю значит он написал две талантливые статьи первая про масло из облепиховое масло противораковое но в каком смысле что то как его делают это масло это оказывается получается чуть ли не яд потому что никто не умеет делать масло из облепихи то самое которое в свое время прозвенело вот нашли средство от рака средство от рака и оно тут же появилось везде тут же и вот тут же начали гнать кругом же это у нас облепиха растет огромными этими кустами их даже никто не собирает а мода прошла и все забыто а статья то есть раз и про золотой корень тоже великолепная статья Валерия Александровича я кстати могу сейчас пойти в тайгу и найти его я знаю где он по рюкзаку когда-то приносили только потом не знали куда девать ладно проехали итак телефон Долматова кому не лень хоть сейчас звоните ему и спросите где взять мастику поцелу и поцелу поцелу